В Ленинском округе продолжается серия встреч руководителей учреждений здравоохранения с местными жителями. Такие открытые диалоги помогают руководству лучше разобраться в проблемах, которые интересуют пациентов. Одна из таких встреч состоялась в территориальном отделе Булатниковская. Ее провел заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Осанов. Если заболел человек у нас в поселке Измайлово, тот терапевт может прийти домой или надо в скорую звонить? Есть категория срочный вызов и неотложный или первичный. Срочный – это скорая медицинская помощь, это какая-то экстренная ситуация. Когда вы делаете вызов, звоните или в 112, это экстренные службы, или в 122, это колл-центр губернатора. Вы сообщаете жалобы, и там диспетчер на той стороне определяет, экстренная ситуация направляет в скорую. Если ситуация не экстренная, направляет к нам. Кроме того, на встрече Тимур Осанов сообщил жителям о строительстве новых медицинских учреждений на территории муниципалитета. Такие новые объекты будут строиться у нас в деревне Сопроново, вблизи города Видны, возле улицы Березовая, большая поликлиника смешанного типа на 750 посещений. И самая большая поликлиника в Московской области на 1000 посещений смешанного типа в микрорайоне пригород Лесное, село Мисайлово. Кроме того, и ряд мелких объектов также будет на территории округа. Такие встречи с населением планируют заранее. Всю необходимую информацию можно найти в открытых источниках. Оповещения проходят нашими традиционными методами, это в социальных сетях. В этом вопросе нам ЖКХ помогает, вывешивая объявления на подъездах, на входных группах. Ну и, собственно говоря, поселок здесь не такой уж и большой, и все между собой взаимодействуют, контактируют. Ну и в группах, в чатах близ расположены деревень, сёра и посёлков. Жители отмечают большую пользу от проведения мероприятий в подобном формате. Я думаю, что такая встреча очень продуктивна, очень внимательно, во-первых, отнеслись к нашим просьбам, да, и рассказали нам в доступной форме, я, например, очень внимательно слушала, и всё понятно, что впереди нас как бы ожидает. Следующая встреча пройдёт в марте. О дате и месте проведения сообщат на официальных страницах в интернете. Юлия Стафёрова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.